Дети, получается, просто просрали деньги родителей. Нет, ну может я и другие чего-то не знаю, может у школы в области просто хотело понравиться женщинам и разносить ее в пух и прах. Я тоже с вами. Но правда это только мои фантазии. Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это мое субъективное мнение, и да, это дисклеймер. На этой неделе, это, конечно же, 8 марта, на этот раз антикарантинная, Александрия бросает вызов Кропивницкому, в областном центре портят туалеты из-за тиктока и неудачный соблазн для кропивницкой полиции. Всем привет и сразу к 8 марта. Я человек толерантный, поэтому те, кто празднует 8 марта как женский день, день весны, красоты, любви и так далее, с праздником вас и любви, и красоты, и с весной. Та часть людей, для которых 8 марта – это день, когда общество вспоминает о гендерном равенстве, борьбе за права женщин, борьбе против насилия в отношении женщин, я тоже с вами. Вернее, даже я больше с вами. Я не буду в своем погляде долго говорить, что же такое 8 марта, спорить и так далее. Для этого вам достаточно будет просто посмотреть на Ютубе или на сайте канала ВИТР, Центральноукраинского информационного бюро, программу, ток-шоу «Просто-непросто» с Дарьей Романской. Там прозвучали 4 точки зрения, получилась хорошая дискуссия между женщинами и между мужчинами. Посмотрите. Ни хто зараз тобі не закине того, що тобі 24-25 ти повинна, давай народжуй. Зараз навпаки, на першому місці, да-да-да, на першому місці зараз… Ай, бабушка, шо тебе Катя говорит? А механік на СТО не питає у вас, протя? А чи чоловік не пригнав машину? Механік на СТО не питає, а чи чоловік не пригнав машину? Не питає. Візьміть депутатів Верховної Ради, невже в них різна зарплата. Візьміть медиків, невже в них різна зарплата. Візьміть вчителів. У нас 48 мільйонів людей в Україні. Так. Ну, і хоч один приклад. Ви розумієте, от коли говорять, є переслідування по гендерній узнаці. Назвіть приклади, не треба статистики, приклади. Я же повторюсь і з праздником, і з днем борьби за права женщин. Борімося і поборемо. Що касається 8 марта, то я не могу не пройти мимо рішення Верховної Ради присвоїть звання героя, героїні України, крапивницької девушці, врачу, анестезіологу Ольге Глыві. 254 нардепа проголосувала за такое рішення, об цьому я прочитал на ресурсе «Дозор». Напомню, Оля погибла місяць назад в Запорожье, в пожаре, спасая ковидных больних. Це геройський поступок, як жінчини і як чоловіка. Що касається більше праздничої атмосфери, то в Кропивницькому запомнился женський автопробег, який, я так понимаю, уже стал традиційним, і приемом руководством області і города в областній филармонії. «Сомнительне занятие». І якщо автопробег покритиковать сложно, то прием глави облсовета і глави облгосадминистрації кропивничані в сети раскритиковали. Судя по фотографиям приема, единственними, кто были в медицинских масках, то есть хоть как-то пытались уберечься от возможного ковида, были официанты. Нет, ну может я и другие чего-то не знаю, может на прием приглашали только недавно переболевших женщин с антителами или тех редких вакцинированных женщин в Кропивницком. Тогда, ну, может быть, ладно. Но я очень сомневаюсь. Пользователи Фейсбука так і пишут, «Посмотрим через две недели, кто на общей фотографии в филармонии заболеет коронавирусом». Я понимаю, с одной стороны, руководство области, и с другой стороны, не понимаю, потому что, ну, на вас же смотрят люди. Очень странно, если вы появляетесь на аппаратках или заседаниях облсовета в масках, а как, значит, на торжественном приеме на 8 марта, то без. Нет, ну, может руководство области просто хотело понравиться женщинам в маске, и же это не очень удобно. Ну, а женщины, понятно, какие там маски в праздник. А, господа, маски сорваны. Только официанты-бедняги оставались мистерами Икс. И да, о коронавирусе. В сети появляются фейки по поводу Ковишилд, той вакцины, которая закуплена нашим правительством. Это не самая, кстати, плохая вакцина. Разработка Oxford AstraZeneca, производитель Индия. Но тут понеслась атака, причем в основном из российских ресурсов, мол, та фигня, это ваша вакцина. Я начну с того, что очень негативно отношусь к антивакцинаторам и так называемым ковид-диссидентам. И поэтому призываю не верить в фейки, и если есть возможность, то обязательно вакцинироваться. Если нет, конечно же, противопоказаний. Файзером, который, конечно, в мире на первом месте по эффективности, вы сможете уколоться, но я так понимаю, что намного позже и за деньги. А вот бесплатный ковид-шилд уже доступен сейчас. Повторюсь, есть возможность, вакцинируйтесь. Не верите мне, поверьте хотя бы доктору Комаровскому. Скорее всего, в сентябре месяце жители Украины смогут за денежку купить себе и Файзер, и Модерну, и Джонсон, и Джонсон, все что угодно. Но сейчас, пока у вас есть доступ к бесплатной вакцине ковид-шилд, пожалуйста, прививайтесь. Риск вакцинации однозначно в десятки, сотни раз меньше, чем риск перенести коронавирусную инфекцию. И особенно, прошу, защитите, если пока не поздно, своих пожилых родителей. Так, у нас тут соревнования на высшем уровне. Насколько в Кировоградской области может быть там самый высший уровень. До некоторого времени другого такого мэра, как Райкович, в области не было. И вот вам реконструкция арки. И вот вам новый транспорт в Кропивницком. И развязка на Полтавское. Но вот на этой неделе, читаю, что в Александрии появится коммунальный транспорт. Вернее, новость звучит как то, что в Александрии собираются создать коммунальный автопарк. И тут у меня все сложилось. Сергей Кузьменко практически уже догоняет Райковича, посудите сами. Реконструкция арки. Реконструкция театра в Александрии. Развязка на Полтавской. Вот вам еще одну реконструкцию. Теперь уже парка. На Кропивницкий транспорт в ответ появится, судя по всему, Александрийский транспорт. Я, конечно, сомневаюсь, но от Кузьменко всего можно ожидать. Представляете, в Александрии появится, ну, например, свой экологический транспорт. Свой Александрийский троллейбус. Вполне может быть. И тогда монополия Кропивницкого будет нарушена. Ну, а что, почему в Кременчуге, в райцентре Полтавской области есть троллейбуса в Александрии нет? Думаю, ну, хотя бы две линии, например, вполне возможно. Но, правда, это только мои фантазии. Пока. Тут по стране катится волна тревоги по поводу вовлечения молодежи в соцсети. Особенно школьников во всякие группы. И вот, кажется, еще один такой привет прилетел, я так понимаю, из ТикТока. В этой сети модной темой я стал некоторое время назад снимать квартиру или помещение на сутки и разносить ее в пух и прах. Трощить мебель, измазывать краской, яйцами комнаты, ломать сантехнику. В общем, устраивать форменный беспредел. Ну, молодежи нужно куда-то девать, так сказать, энергию, а мозгов только вот на такой вот беспредел и хватает. Потрощено геть усе. Від умывальника у ванни до найменшої тарилочки на кухне. Ломайте двери, блядь! Ломай, блядь, выливай, блядь! Выливай, блядь! Врывай, блядь! Мовчишка захвачена! В Кропивницком, я так понимаю, школьной молодежи доходы еще меньше, чем у школьников там из Киева, например, или из Харькова в больших городах. Квартиры не снять не могут, а свою портить то от родителей влетит. И пацаны, например, в научном лицее решили разгромить недавно отремонтированный туалет. Да, очень круто. Об этом я тоже прочитал на дозоре. Не позавидуешь Наталье Чередниченко, директорке этого научного лицея. А именно там учатся легко поддающиеся влиянию соцсети ученики. А еще больше нет зависти к родителям, которым придется платить за всю эту историю. Дети, получается, просто просрали деньги родителей. Прелюбодеяние со взяткой в Кропивницком. Это меня порадовало Сибиен заголовком. В областном центре 20-летний мажор звабливал в патрульных хабарем. Будешь моим другом. В общем, история такая, что проехал 20-летний чувак на BMW X5 на красный свет и пытался отмазаться. Да, что тут? Документы? Тут есть паспорт, документы, все. А что это за гроши? А? Деньги. А зачем тут деньги? Чтобы штраф не выписывали. Это же криминальная ответственность, знаете? За то, что вы мне пропонували неправомирную выгоду, я змушен вызвать следовательную оперативную группу. Полицейским респект и уважуха, что не повелись на эту всю историю. А вот уверенности, что мажорчик не отмажется потом в суде, у меня, кстати, нет. Потому что нам очень нужна судебная реформа. И на этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще, даже ситуация с вакцинированием. Но так уж медленно, прям сил нет. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok